Солдаты, офицеры, летчики, моряки. 23 февраля – профессиональный праздник тех, кто носит погоны. Но вот для подрастающего поколения защитник Отечества – это чаще пограничник. Самый настоящий дозорный рубежей генерал-майор Николай Туранов был на страже границ всего Советского Союза. Сахалин, Курилы, Камчатка, Чукотка – последнее место службы – Тихий океан. Всю свою сознательную жизнь отдал охране, защите и обороне государственной границы нашей Родины, нашего Отечества. Наша Родина находилась в надежных руках и надежно была защищена от всех наших недругов, к сожалению, которых и сегодня у нас достаточно. Участие в праздничном мероприятии приняли и ветераны, и нынешние защитники Отечества. Те, кто защищал Родину от захватчиков и кто несет службу в мирное время. Все они являются примером мужества и героизма для будущих защитников. На примере тех, кто живет интересами своей Родины сегодня и воспитывает юных сочинцев. Наше боевое братство занимается организацией юной армии города Сочи. Сейчас у нас организовано больше 400 человек юной армии, и наши юной армейцы принимают участие в виде волонтеров в всемирных военных играх. Будущих защитников Отечества мы готовим, потому что патриотизм – это основа нашей государственности. И ребята, и девчата, а у нас девчат более 30% девочек, должны знать, уметь и быть готовыми служить Родине. Сегодня защитникам Отечества за вклад в развитие Сочи, в том числе военно-патриотическое воспитание молодежи, мэр города вручил почетные грамоты и благодарственные письма. В первую очередь хочу сказать, высказать слова благодарности нашим ветеранам великой честной войны, которые с честью выполнили свой долг, сделали нас сегодня счастливыми. Мы говорим огромные слова благодарности всем тем защитникам, которые исполняли свой воинский долг за пределами Российской Федерации, тем, кто сегодня оказывает военную помощь в Сирии. Хочется только пожелать им удачи, конечно, пожелать им здоровья. 23 февраля – День настоящих мужчин, и государственный праздник официально объявлен выходным. Сегодня же в качестве подарка для собравшихся состоялся концерт с участием артистов Сочинской филармонии.